всем привет девчонки приветствую вас на канале мой маленький дом в деревне или татьяне дом у нас без 15 6 вечер я хочу сделать манник у меня был было молочко такое вот почти литр я его прокисла специально и добавила 1 стакан вот такой 200 миллилитров манки хочу манник сделать я завела и это вылила мисочку молочко и высыпала стакан манки сейчас я поставлю чтобы она набухла манник буду делать сейчас поставлю чтобы он распарился и смаком с яблочками не буду смаком и сидимом сделали такую вот так вот взболтая извиняюсь за голос такой очень сильно болит живу как я лечусь если не пройдет придется ехать в больницу отставлять хозяйство на дочке она не справится на целый день работает и здесь потом некому будет смотрите за домом даже не работаю поэтому не работаю новую найти не в состоянии предписи он и возраст и все болею постоянно и без опыта такового никто не хочу об этом думать я только расстраиваюсь потому голова болит это делаю манник я его так вот взбила манку чтобы она разошлась в молочке сейчас оставлю на час оставлю сейчас получается 56 до 57 я оставлю пускай это стоит разбухнет на час разбухнет и потом я добавлю яички масло сливочное добавлю 50 грамм 3 яичка масло сливочное 50 грамм стакан сахара даже меньше можно пол стакана можно изюм сейчас залью кипятком чтобы он маленько распарился мака в две столовых ложки добавлю грецкие орехи порублю и муки на литр молока наверное 400 грамм возьму даже не 400 300 возьму грамм но потом я буду снимать и покажу что дальше буду делать сейчас поставлю накрою крышечкой и поставлю его чтобы оно набухло короче набухла моя манка в молочке ну не сильно но нормально она уже разбухла приготовила яйца три штуки разрыхлитель я нету буду брать чайную ложку соды пищевой ванилин мак растопила сливочное масло соль чайную ложечку мука и сам так будем по порядку и это и застелила пергаментом форму я вырезала квадрат потом обрезала его вот так и застелила я пергамент смажу не буду смазывать растительным маслом я только бортики смажу чтобы потом она не подгорела не не то не прилипло так теперь мы делаем что нам надо насыпать муки муки я буду сыпать два мерных стаканчика это вот 200 грамм просто если я насыплю один стаканчик то есть он будет такой влажный она не надо чтобы он был сухой поэтому я думаю 400 грамм 400 грамм будет достаточно больше муки не надо это можно закрыть сахара мы добавим целый стакан ну чуть вот так вот получается не здесь получается сахара не знаю сколько получится я мерные мерки то забыла уже но я думаю 150 грамм здесь 150 грамм в коричью 150 170 грамм сахара добавим сюда сахар прилипло так теперь добавляем растопленное масло сливочное надо это все вымазать туда убрать короче так чуть больше половины чайной ложки соли соль обязательно добавлять так потом яйца так ванилин ванилин я весь высыпаю тут один грамм этого ванилина это я потом выброшу бумажки все тут так соды получается надо чайную ложечку это мне надо выбрать это я беру чайную ложечку и еще немножечко чайную ложечку еще немножечко так половинка ложечки как неудобно одной рукой среди еще половинка но вот получается чайная ложечка мак я изюм забыла размочить балда сейчас короче размочу я не буду здесь высыпать это будет наверно много я и высыпаю вкуснее сейчас изюм еще размочу забыла кипятком сейчас поставлю кипяток микроволновку я закрыла молодец а его можно ладно я его сейчас микроволновку я его на изюм на это замочу джем не нужно изюм взять будьте так добры свалите пожалуйста идите к перстику ну мне изюм надо взять я забыла взять я извиняюсь иди к перстику сейчас упадешь молодец есть чтобы спрыгнуть сразу где-то у меня вот тут он был темнотенье видно рожей как зовут тебя серёжа да где-то вода мне вот у меня изюм я про него забыла короче дело к ночи дождь приедет у меня пирог будет так и не надо замочить по моему суховатый да это я на куличи покупала суховатый надо чем-нибудь замочить звери все пораскидали сам очистить вот столичка ухты рассыпала как всегда я же не могу чтобы не рассыпать так это наверно будет нормально нормально не нормально нормально сейчас волнечко закипит вода я его замочу и поставлю микроволновку на две минутки чтобы он разбух ой куда же слепошарая никто не найдет никогда звери кот потом найдет ладно это потом беру потом убрать это убрать это помыть это помыть яйца так сюда сюда яйца сейчас вобью нормальненько сейчас так перемешаю форму выложу духовку включу на 250 градусов у нас свет отвратительно но вечером вообще этот энергосбыт просто издевается однами включу и потом поставлю на на средний уровень поставлю духовочку потом потом еще раз сниму смотрю сейчас яйца вобью бортики я смазывала растительным маслом здесь я не стала смазывать там пергамент он идет с силиконовой пропиткой поставила на три минуты изюм в микроволновку закипел вот так он распарился и сначала кипятком залила и поставила на три минуты микроволновку он закипел сейчас я добавлю сюда кто-то сушит и не надо его сушить хорошо потом распределиться по по тесту я его не это только на количи по моему сушил хотя по моему в этом году и не сушила он хорошо распределяется вот эта водичка изюмная очень вкусная дается маленьким деткам по моему там была палочка вот не упала видимо упал я не могу чтобы не уровень так этот не распарился от который там внизу он еще не распарился ну ладно пускай там будет здесь все короче я выловил а эту водичку я выпью вкусненько она такая сладенькая как будто как будто компот грызу еще параллельно яблоко это грузинские яблоки ладно потом даем так что дальше здесь я яйца уже вбила размешала духовку включила все я сделала сейчас я вылью он мне кажется будет пышный такой ну ладно это же манник это же пирог достала сахарную пудру я вот взбивала ее взбивала сахар на у меня такая кофемолка койтесь кофе молоть еще серёжа покупал мы покупали ее знаете мулин экс этой кофе кофемолки мы ее покупали когда купили первую кофеварку вот эту кофеварку первую на не видно bosch вот эта кофеварка первая bosch мне тут вот ручка еще сломать это сломалось в квартире жили уронили она пластиковая и она отбилась короче покупали вот эту кофемолку вместе с той кофеваркой когда у нас родилась дочь в 1996 году представляете сколько ей лет она все нормально единственное у нее что потом я когда будет готова я его посыплю единственное что у нее кнопочка сломалась вот это нужно столько времени сломалась кнопочка тоже когда мы в лесной переехали она сломалась и скорее всего при транспортировке уронили нами много тогда и комбайны побили и я туда просто вот так спичечку туда втыкиваю и она работает нормально сам механизм до нормальный все хорошо короче вот так вот сейчас еще хорошенько перемешаем чтобы этот изюм разошелся будет такой манник маково изюм где-то еще есть цитрусовая цедра сейчас посмотрю если я найду то я ее сюда маленечко положу она у меня я ее я сушила корки мандариновые апельсиновые и потом взбивала вот блендером взбивала и вот я кстати по моему этим блендер и коркой то и сломала ну как-нибудь куплю ну что сейчас я попробую найти нашла цедру вот такая она у меня здесь и получается и апельсиновая и мандариновая такой баночки с такой крышечкой я уже ее сто лет не открывала попробую открыть я когда на пасху пекла этот краффин или что я мой какой аромат там надо немножечко совсем его взять для цвета чтобы цвет такой был оранжевый немножко ну естественно по вкусу и запаху такая будет вкусненькая сейчас посмотрим сколько надо наверное еще сейчас в принципе и мандарины продаются апельсины круглый год и поэтому можно купить допустим до сделать в кофемолке тайна не сделаешь а вот блендером можно такая крышечка баночка хорошая не помню что то покупали кофе по моему покупали она осталась такая баночка но все и размешала вроде комочков нету я иногда знаете такой манник делаю из творог добавляю еще такой получается обалденный ой наверное я зря так делаю мы вот как сделаем поставим на противень шкафчик это возьмем потому что может потечь и здесь сюда все выльем все вылью сейчас лопаткой оставшиеся тут изюм я его сюда выложу не вытряхивается застрял стрел а посмотрите какая верхушечка видите в крапинку это мак мак изюмчик тут вкусно сладенький сейчас я его лопаткой все туда выскребу но все получается я все выскребила сюда положила посыпали волшебным посыпали волшебным вкусом еще берем наш противень одной рукой то капец одной рукой я же не геракл о моем год и я вот так вот на средний уровень она такая жиденькая масса то но я думаю минут на 50 надо поставить пускай печется сейчас когда верхушка схватиться я убавлю температуру до 200 градусов на улице 19 20 50 минут это получается 10 минут до 10 минут 9 будет запекаться потом я проверю зубочисткой шпажкой на ее готовность палочка должна быть сухая вот такой пирог получился он немножко с одной стороны как бы вот вот треснул вот такой шапочкой ну наверное сейчас мне вот зубочистка зубочистка сухая получается выпекался меньше даже 19 20 же 40 минут даже не 50 до 40 минут он приготовился теперь мне надо выключить температуру и выключить самую духовку включить конвекцию это конвекция вот конвекцию по моему конвекции нет это не конвекции вот конвекция включила конвекцию чтобы духовка остывала и тогда он как бы быстрее остынет и дверку не будут закрывать чтобы он не напал в принципе он готов но на улицу не буду выставлять он будет ледяной а так он будет тепленький а и горячий это хорошенький такой сбитый хорошо вас и у него то что я не добавляла хотела добавить эту специи пряности для шарлотки но потом думаю не буду потому что там же изюм мак ванилин поэтому все нормально но он испекся пускай остывает он уже не дрожит то есть влажного нету я сейчас приоткрою поставлю сеточку ну не сеточку эту решеточку поставлю потому что поставлю и приоткрою эту а я же конвекцию включила я забыл конвекцию включила по моему это конвекция плохо вижу и освещение как такого нету да это конвекция пускай она остывает все он готов потом разрезе уже покажу духовка у меня катастрофически капец она так чистая то есть с одной стороны это чисто все и с обратной стороны чисто это все получается изнутри здесь сбоку нет ни одного не болтика не шурупика как она открывается понятия не все хорошо все нормально но вот то что она не открывается как она снимается я не знаю я видела в интернете как все это снимается но я побоялась побоялась что может стекло треснуть потом духовка будет без стекла поэтому думаю хрен на нее пусть будет я же вышиваю вот этот квадратик такой на клипсах две клипсы будет и вот это окошечко что было закрыто конечно это некрасиво это надо бы помыть но но она тщетно но с двух сторон я вот брызгала этим для стекла жидкости стекла думала помоется нифига она не отмылась только еще больше короче конвекция идет опускай чувствовать потом покажу какой путь у нас уже темно уже темно далеко огоньки люди домой приходят но многие вы знаете я наверно одна порхаю но я вчера так устала то что еще болею я . приходит полдесятого я ее кормлю и все и вот насколько крупные вот эти листья долги ранее тут и ствол покрупнее вот это уже который второй отрос а тот коричневый ее родной вот ствол и насколько это часы это радиочасы покупал еще в лесном дочки покупал чтобы она не не просыпала если они ваша боишься школа 3 институт купил не такой радиоговорилка и часы вот это вот она такая маленькая почему не могу понять цвета может и не хватает может поменять местами часы поставить сюда в уголочек скорее всего света нету поменять мы местами их попробую чуть-чуть придумать это выключился есть я не буду просто покажу вам какой он получился получился пышный сейчас вот разговаривала с мамой говорит вот сестренка делала у нее не получился но она на кефире делала мне на кефире не не нравится как он я именно на прокисшие молоки делаю на кефире не получается вот такой он получился рыхлый вкусный изюм тут маг вот такой вкусненький и поджарился естественно сверху она таки быть чуть-чуть и надеюсь желудок не заболит вот такой он еще не остыл ой вкусный и сахара нормально то есть не полный стакан пусть еще остывает вкусный получился вот такую разрезу вкусненький приятного аппетита . придет обрадуется перед всем пока пока